Еще не мокрая она. Вот это у нас. Не надо, дочечка, не кидай. Вот, давай. Вот, садись, сейчас будем кушать. Садись. Вере 25. Не говорит, не ест самостоятельно, не ходит в туалет. Вернее, ходит, но под себя. У мамы Любы стирка каждый день. Трех памперсов, выделяемых государством бесплатно, как инвалиду первой группы, недостаточно. Так что действует по старинке. Вот. Вот. То есть вы ей подкладываете? Это если памперсов нет. Да, вот. И вот еще, видите, сколько у нас здесь. Вот это все. Вот остался на 20-й год один памперс. По словам Любови Макарычевой, проблемы с поставками начались еще в прошлом году. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. В июне нам только первый раз дали в 2019 году. А до июня мне же памперсы нужны. Я заняла у людей, которые женщина мне постоянно выручает. У нее муж инвалид, но не только на улицу одевает памперсы. У нее запас есть. Она мне дала, значит, в 2019 году 300 штук. Обеспечение средствами технической реабилитации с 2019-го – прерогативы территориального фонда социального страхования. Но следует понимать, они лишь посредники между медицинскими работниками и представителями льготной категории. Если первые назначили, вторые обязательно получат. Две недели подряд я названивала телефоны в областную соцстрах. Они гудки хорошие идут, и они все. Ни один, вот у меня 9 ихних телефонов, ни один не отвечает. Все звонят. Все в это. То есть определено только несколько телефонов горячей линии для того, чтобы можно было. Телефоны заняты. Я провожу самостоятельные проверки и поручаю своим подчиненным сотрудникам и заместителям контролировать этот вопрос. Да, действительно, проблема такая существует. В перспективе открытие колл-центра. Но и тогда памперсов больше не станет. Решение об увеличении количества принимают исключительно медики, руководствуясь состоянием здоровья инвалида. Так что дело во многом за настойчивостью родственников. Их стремлением жить лучше. Я перестирываю, вешаю на батареи, на все, сушу и снова одеваю. Потому что вот это все у нас, видите, какая куча. И не хватает, мне еще и не хватает. На первый квартал 2020-го абсорбирующее белье, в том числе и подгузники, закуплено. Потрачено почти 60 миллионов рублей. Потребность заявителей удовлетворена полностью. Официальные цифры зачастую перебиваются частными случаями. Консенсус достижим лишь при взаимоконтакте. Не срабатывают звонки, остается вариант личного визита. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.